привет друзья с вами вновь я Виталий и сегодня у меня тема как выйти из зоны комфорта тема важная потому что выход из зоны комфорта позволяет человеку создать новый потенциал обрести новые силы энергию и тому подобное об этом как бы подробнее попозже а сейчас немножко предыстория почему я взялся за эту тему я взялся эту тему в прошлом году меня это вопрос сильно заинтересовал так как он принципиально важный для достижения целей решения задач для стратегии стратегического планирования и так далее то есть человек должен периодически регулярно выходить из зоны комфорта но как это делать какая методика как правильно делать я ответа не мог найти я много слушал книг брайана трэйси энтони роббинс выступления там и так далее так далее то есть за полгода за вот эти за больше чем полгода я перемолотил множество множество выступлений всех мотивационных спикеров гуру там всяких и тому подобное то есть много я вас уверяю я упертый парень если за что-то взялся я взялся и первая книга от которой мне попался на просторах нашего издательского дела это книга как одноименная книга как выйти из зоны комфорта под авторством брайан трэйси и издана она в россии там издательство иванов ман и фербер да кажется так если ошибаюсь не суть но я ее прочитал буквально эту книгу скачал денежки там заплатил не заплатил да не суть но проблема в том что эта книга ни слова не говорится об этом вопросе как выйти из зоны комфорта я такой комментарий написал одном из пабликов вконтакте по поводу этой книги все люди там пишут хотя тут узнать этот вопрос актуально интересный злободневно такой важный вопрос о том как выйти из зоны комфорта как это грамотно правильно сделать найти это опыт как говорится но увы люди покупают берут эту книгу как под авторством брайан трэйси а там в ней ничего не говорится на самом деле эта книга брайан трэйси на английском на варианте звучит совершенно по-другому название но это не важно не важно почему это важно для меня было потому что забиваешь там в поиск гугла там или яндекс или на ютубе этот вопрос и сразу же вылетает вопрос к этой книге что вопросу людей к этой книге все-таки она как бы как может маркетинговый ход скажем так издательство такой запрос написать на книге хотя в этой книге очень много говорится о карьерном росте и о методике и о методике решения задач и так далее и оттуда я почерпнул и многие почерпнули эту идею что спасибо брайан трэйси что надо скушать скушать лягушку в начале дня то есть самую тяжелую самую противную не интересную задачу надо из выполнить начале дня то есть есть если лягушку но дело в том что я это посмотри прочитал это дело и сказал и не нашел других источников как выйти зону комфорта и поэтому я мотивировал что сам себя и решил все-таки выйти из зоны комфорта самостоятельно я это сделал вышел из зоны комфорта первый опыт у меня был в декабре прошлого года это отдельная история я и другой раз как-нибудь расскажу а сейчас мне хотелось сформулировать собственное видение в результате моих поисков на ответ на этот вопрос и собственного опыта как выйти из зоны комфорта мне хотелось с вами поделиться для тех кто действительно ищет эту методику как выйти из зоны комфорта ищет способы выхода звон зоны комфорта для того чтобы развить свой потенциал свои ресурсы новые обрести свою энергию силу и так далее то есть множество там этих вопросов зацепляется один за другой когда мы уходим зону комфорта итак друзья и начнем предисловие длинное начнем следующий вопрос такой к вам задумайтесь на минутку в какой части тела вы находитесь в какой части тела вы находитесь в какой части тела я нахожусь ответ очень простой да казалось бы сразу приходит я нахожусь в своей голове и я нахожусь в своей голове и вы находитесь в своей голове и большинство людей на этот вопрос отвечает вот так говорящая голова говорящая голова мы все находимся в своей голове это фактически ответ на сто процентов у большинства населения отдельные люди имеют способность находиться не в своей голове, но мы сейчас об этом поговорим коротенько Итак, мы находимся в своей голове и весь комфорт все состояние комфорта у нас находится в нашей голове наши органы, главные органы восприятия, наше зрение наш слух, наша речь и тому подобное мозг, который собирает все эти импульсы других органов чувств, совокупности создает область комфорта эта область комфорта у нас концентрируется в нашей голове, то есть мы находимся в своей голове в комфортном состоянии эмоциональном чувственном состоянии комфорта и мы это состояние комфорта ощущаем физически, благодаря нашему телу и мы его ощущаем эмоционально, и мы ощущаем его ментально, то есть три состояния которые поддерживают состояние комфорта, и это состояние комфорта еще раз повторяем, мы ощущаем в своей голове собирательное такое состояние, поэтому Поэтому, чтобы выйти из зоны комфорта, как это не покажется странным, нам необходимо что сделать? Выйти из своей головы, выйти, покинуть эту голову. Для этого куда мы можем последовать из своей головы? Мы можем последовать только в одно место, в наше тело. В наше тело, наши руки, наши ноги, наши туловища, наши органы, тело. Мы можем последовательно перейти, способы перехода в наше тело имеются. Как это не странно прозвучит, еще раз повторюсь. А такой способ мы прекрасно знаем, это способ покоя, вызванного состояниями медитации, медитативных состояния. Мы не будем говорить о искусственных способах, других переходах в пространство нашего тела. Способы нам известны, употребление тех или иных препаратов, физических препаратов, благодаря которым человек попадает в такое пространство своего тела, скажем, и покидает свою голову, и тогда ему становится хорошо, классно, весело и так далее. Мы знаем, что такие состояния имеются, и мы действительно можем покинуть свою голову. Но мы ее покидаем не с целью выйти из зоны комфорта, а наоборот, с целью получить еще больше комфорт, еще больше удовольствия, еще больше и так далее. Что нас приводит часто к печальному итогу. Но мы хотим с вами именно выйти из зоны комфорта грамотно, чтобы получить действительный результат. Для этого я предлагаю вам, опять же, поработать с этими тремя состояниями. Состояние наше эмоциональное, наше состояние ментальное, наше состояние физическое. Эти состояния находятся в нашем теле. Правильно? То есть все состояния нашего эмоционального комфорта, они же транслируются через наше тело. Поэтому нам необходимо работать с нашим телом. И для этого у нас существуют две основные практики состояния. Состояние покоя нашего тела или состояние движения нашего тела. Таким образом, очень простая задача решается выход из зоны комфорта. Это движение нашего тела или покой нашего тела. В данном случае я здесь разместил портреты мужской головы и женской головы, в которых такие вопросы возникают. И, соответственно, можем себе представить, движение тела, как мужского, так и женского, это выход из комфортного физического состояния. То есть мы прекрасно знаем, что сегодня популярное направление фитнес, здоровый образ жизни, правильное питание и тому подобное. То есть везде требуется физическое движение, то есть выход из зоны физического комфорта. И это нам понятно, хорошо. Для большинства людей это доступно. И мы практикуем такой выход из зоны комфорта. И, как бы сказать, достаточно, он не сильно нас беспокоит, но, тем не менее, усилие воли требуется, чтобы выйти физически поработать, что-то сделать. Или подняться на гору, да, или заняться в спортзале, фитнесом и так далее. То есть физическое движение, оно помогает нам выйти из зоны комфорта физически. Следующее состояние эмоционального движения. Это также нам понятно, когда наши эмоции, они имеют определенные шаблоны, которые мы сформировали в каком-то окружении. И это окружение у нас, как обычно, близкие люди, наши коллеги по работе, наши коллеги по спортзалу, наши партнеры по делу, клиенты и так далее. То есть все эти люди в совокупности создают определенные эмоциональные шаблоны, которыми мы воспроизводим и получаем определенное настроение в течение дня. Ну, это такая зона комфорта ограничивает наш энергетический потенциал. То есть наш потолок образуется такой энергией, наш потолок ресурсов, наш потолок сил. Когда мы к этому вопросу возвращаемся и спрашиваем себя, как преодолеть потолок энергии, потолок сил, потолок физической силы, то мы будем возвращаться именно к вопросу о зоне комфорта, из которой надо выйти. Чтобы выйти и расширить, накачать мышцы физические, эмоциональные мышцы и ментальные мышцы. Для этого необходимо создавать усилие. Усилие создаем мы с помощью движения, усилием воли. То есть парни и девчата занимаются фитнесом, безусловно, фитнесом. И это помогает нам физически окрепнуть. Далее мы уходим в эмоциональное состояние. Мы что делаем? Мы инициируем или участвуем в каких-то событиях, мероприятиях. Допустим, продажа. Продажа – это наша профессиональная деятельность. Во время продажи мы испытываем какие-то эмоциональные состояния. Если вы новые рынки осваиваете, новые сферы деятельности осваиваете, то, безусловно, вы эмоционально готовитесь к какому-то презентации продукта и так далее. То есть там множество эмоциональных состояний, которые у вас образуются, вводят вас в состояние стресса. Мы это прекрасно знаем. То есть мы стараемся избежать этих состояний. Состояние неизвестности, нестабильности и так далее. Неопределенности – такое слово очень хорошее. Неопределённое состояние эмоциональное. Мы его не хотим туда пойти. Поэтому, друзья, нам важно понять определение выхода из зоны комфорта. Это определение очень простое. Это обычно какое-то движение или покой в неизвестном направлении. То есть вы находитесь в состоянии покоя и вас куда-то несёт. Или наоборот, вы двигаетесь куда-то в неизвестном направлении. Вам там непонятно, что происходит. Вам беспокоит. Вам неопределённость какая-то в этом движении. Страх вы какой-то образуетесь и так далее. То есть множество эмоций оттуда поступает к вам. И вот это эмоциональный выход поможет нам. Что сделать? Нам расширить эмоциональное наше состояние. Расширить эмоциональное. То есть для чего нам нужно будет эмоциональное состояние? Далее мы скажем об этом. А сейчас у нас третье состояние. Ментальное состояние. Состояние ментальное. Очень простое и понятное. Выйти из зоны ментального комфорта. Очень просто. То есть я считаю себя умным человеком. Вы считаете себя умным человеком. Уважаемым. Вы определённые навыки имеете. определенные знания, определенные информации, определенный алгоритм действий у вас заложен в каких-то родах деятельности. И, безусловно, ваша компетентность в этом высокая. Вы себя ощущаете профессиональным экспертом в какой-то области и так далее. Но вот именно, когда вы двигаетесь из зоны комфорта, вы попадаете в какую-то другую среду. Среду, которая имеет другую компетенцию. Другие задачи там стоят, другие навыки необходимы. Необходимо изучать, применять и осваивать и так далее. И другие алгоритмы применять и так далее. Математические какие-то алгоритмы, физические, химические. То есть множество деятельностей. И вы туда приходите, и вы ощущаете, что вы себя некомпетентной. Вы чувствуете, что вы не умный человек. Вам необходимо новые навыки, новые умственные усилия производить. Сидеть, корпеть над решением задач и так далее, что не является для вас удовольствием. Поэтому это выход из зоны комфорта ментального. Вы становитесь таким, как бы, учеником чего-то. Вы становитесь каким-то низшим уровнем, перед кем-то высшим уровнем. То есть вы себя чувствуете некомфортно. Вы начинаете чему-то учиться, осваивать и так далее. То есть ментальное состояние. Вы над чем-то думаете, решаете какую-то задачу и так далее. И потом отвечаете за решение этих задач. То есть это у нас состояние выхода из зоны комфорта нашего ментального состояния. Дальше. Итак, мы подведем небольшой итог. У нас имеется 3-3-3 состояния. Здесь и здесь покоя эмоционального, физического, ментального и эмоционального, физического, покоя эмоционального, физического, ментального движения. То есть оба эти состояния приводят нас к выходу из зоны комфорта. Итак, друзья, для чего нам выходить из зоны комфорта? Это важно. Из зоны комфорта Нам дают энергию Энергия происходит из эмоционального состояния То есть наши эмоции аккумулируются И постепенно накапливается Эмоциональное состояние Потом эмоциональное состояние Дают нам энергию Энергия Это проводимость нашими нейронными связями Мозгу в теле И так далее Электрохимические процессы Вот эти электрохимические процессы Они как бы инициируются эмоциональными состояниями. То есть, такой толчок дается эмоциям. Эмоции быстро создают эти цепочки. По этим цепочкам проходит нервные импульсы быстро. И, соответственно, вы принимаете быстрое решение, быстро действуете. У вас энергия прет. Вы энергичны и так далее. И второй вопрос. Вопрос силы. То есть, нам нужны физические силы. А физические силы мы берем откуда? Откуда? Соответственно, из наших физических состояний. физического движения тела. Тренировка мышц, тренировка тела, наша вносливость и так далее. Нам требуются эти силы. Тут интересный вопрос. Интересная такая отсылка будет нам в сторону питания. Питание очень интересная отсылка. То есть, связь между нашей головой и нашим телом. Как оно происходит? Оно происходит через наше окно. Есть такое окно. Это окно мы называем наш рот. Через рот наше питание поступает в наше тело. Соответственно, мотивацию для того, чтобы то или иное блюдо скушать, мы получаем из нашего головы, из нашего мозга. Вырабатываются определенные гормоны. Вы прекрасно их знаете. Эти гормоны мотивируют вас скушать что-то там и так далее. И из ваш рот в ваш рот попадает пища. Пища попадает в тело. Соответственно, тело не имеет какую-то энергию. Или наоборот, не имеет энергии. Откладывает какие-то запасы. Аккумулирует. Так вот, чтобы оно не откладывало эти запасы. Вот эти жиры, как мы и говорим. Лишний вес не откладывало. У вас должен быть расширяться зона комфорта. Расширяться. Вы выходите из зоны комфорта. Получать энергию из эмоциональных состояний новых. Понимаете? Новое эмоциональное состояние. Они наполняют вас. И соответственно, когда вам необходимо действовать, принимать решение, мотивировать кого-то, себя заниматься, самым мотивацией. Вы обращаетесь к тем эмоциям, которые у вас накопились, которые ваши собственные эмоции. Так вот, для этого мы и выходим из зоны комфорта. Из зоны эмоционального комфорта. И далее у нас ментальное состояние. Ментальное состояние очень важно для нашего принятия решения, для быстрой аналитической работы вашего мозга. И это аналитическая работа. Что делает нам в совокупности с нашими эмоциями и с нашими силами? Это дает нам низкие энергозатраты. Высокая эффективность принятия решения. Соответственно, у вас получаются низкие затраты при результате, когда вы получаете от ваших действий или бездействий и тому подобное. То есть наша политика, скажем, должна быть основываться на этих трех вещах. Выход из зоны комфорта с помощью движения или с помощью покоя. И ролик уже получился достаточно большой. Поэтому, друзья, благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, лайкайте. Лайкайте или не лайкайте. Меня тоже мотивирует. Подписывайтесь. С вами был Виталий. Всем пока-пока.